Мы приехали смотреть отель Maritime Casino, который тоже находится на Мапеи. То есть, вот прям совсем на Амабей, где вы вышли на променад и попали прям в город. По фишкам отеля, забегу наперед. Помимо того, что это есть на Амабей, здесь песчаный пляж. Вот прям совсем песчаный, поэтому если вы любите кораллы, вам не сюда. Зато если вы любите песок и так, чтобы ваши детки могли спокойно входить в море покупаться, да. Смотрите, вот просто идеальный песочек. Море такой же. Есть, конечно, фонтон. Кстати, вот справа пошла на Амабей. Что здесь поменялось? Я знаю, что отель периодически то работал очень хорошо до пандемии, то были какие-то нарекания на сервис. Давайте посмотрим, что и как работает сейчас. Пока мы ждем guest relation, которая выйдет, нам все расскажет. Расскажу пока про гостиницу, если вы пока не были здесь и рассматриваете ее для отдыха. Гостиница состоит, можно сказать, из трех частей. То есть есть номера. Если вы подбираете себе тур, это спорт. Есть номера палмы. Есть номера фронт. Так вот, спорт, можно сказать, если рассматривать данную гостиницу, это прям третья линия. Палм вторая и фронт это первая линия. Это территория, которая печь, которая считается первой линией номеров. Все, кстати, номера расположены в таких гостиницах бангального плана. Двухэтажные номера. Все вот в таком белом виде, в белом цвете. Палм и спорт, проживание только. То есть там находятся по территории только корпуса, где номера для туристов. И только на территории фронт находится уже вся инфраструктура. Это рестораны, это бары, бассейны, горки. Вот такая вводная информация пока про гостиницу. Я напомню, меня зовут Алла Глыева. Я туристический эксперт и руководитель компании Турбар Лаунж. И давайте посмотрим, что же здесь все-таки поменялось. Я надеюсь, что в этот раз нам покажут номера, так как стопроцентную загрузку нельзя. Смотрите, вот это вот территория спорт. А вот это вот странная рецепция. Так, ребят, еще ждали здесь реконструкции в номерах. Так вот, территория, которая пал, уже тоже полностью после реновации. Но вот бич еще все-таки не закончили. Еще важно, если вам нужно family или connect, то эти номера тоже находятся именно вот на фронт. То есть в категории номеров и на той территории, где вот как раз вся инфраструктура. Инфраструктура, напомню, спорт самая дешевая. Палмы идут за ними и потом уже идет вот фронт номера. И идем сейчас гулять по территории. Кстати, загрузка гостиницы сейчас 20%. Думаю, это связано с тем, что первая в Наама всегда летом меньше загрузка, потому что здесь воздух просто стоит. Лучше эти бухты выбирать, конечно, немного в ветреный и холодный период. Сейчас большая прелесть это Нап, где ветрено. Вот, и прям хотя бы пусть горячий, но это ветер. Сегодня 42. Ребята, важное такое сообщение. Оказывается, сейчас во время пандемии в отеле не работает не только детская анимация, детская дискотека, а даже анимация, которая до этого была, ну, можно сказать, софт. Она тоже сейчас не работает. Поэтому все, что вы можете делать в отеле, это жить, кушать и плавать. Кстати, про кораллы. Я хоть и сказала, что их здесь нет. Конечно, при большом желании можно сходить на два понтона левее и правее. Но в основном все равно, если вы поклонники хорошего подводного мира, вам точно не сюда. Здесь здорово именно с детьми, которые любят вход по песочку. Номера. Здесь, кстати, реконструкции не было. В отличие от префред номеров, точнее, в отличие от бал. С собой полотенце тоже в номере. Очень интересно по локации. Важный момент по поводу размещения. Да, максимально в стандарте можно размещать два взрослых плюс два ребенка. Но если вы не оплатили дополнительную кровать в номер, тогда дополнительную кровать вам просто не поставят. И тогда придется вам оплатить здесь на месте около 10 долларов. Так, и мы выхватим к главному бассейну. В принципе, еще триста. Вот, отель, кстати, выглядит абсолютно пустым, потому что загрузка 20%. Это ни о чем с трех локаций. Бассейн, здесь же несколько горок. И он же единственный на весь отель подогревается в зимний период. Пар. Горки. Через такой променад мы дошли до пляжа. Парма пляжа. что попробую подытожить для кого этот отель раньше он был однозначно для детей потому что здесь есть горки потому что здесь можно если вы приехали с коляской взять коляску выехать нам об и до ребенок все быстренько уснет и вы погуляете и песчаный вход то есть здесь вот прям было все замечательно но не в 2020 году потому что людей до загрузка 20 процентов но мы реально людей практически не видим наверное это хорошо но мне кажется очень спокойно хочется все равно хоть какой-то не знаю анимации видите здесь даже софт анимация для взрослых на данный момент мой на момент не работает несмотря на то что детский не работает само собой так что ехать в этот отель в этом году или нет решайте сами из плюсов наверное это то что если вы бронируете спорт номера которые дальше всех в любом случае у вас идет апгрейд и вас подтверждают на фронт но как по мне пустовато скучновато было лучше 2019 может лучше подождать 2021 но решать вам ну а какие гостиницы подходят именно вам пишите звоните мы к вашим услугам будем выбирать бронировать и собственно до следующих эфиров подписывайтесь на канал чтобы не пропустить гостиница которая подходит именно вам